Началось с того, что моя история идет, так сказать, еще и с молодости. Я все время думал, что у меня просто гастрит. Ребят, времени были обострения. Последний раз это случилось летом 2015 года. Остановили кровотечение, выписали. И через 10 дней я должен был прийти, узнать результат биопсии. И тогда я встретился неожиданно не с гастроэнтерологом, а с хирургом. Это был Юрий Гордос. И он мне сообщил, в кавычках, приятную новость, что бедя не гастрит, даже не язва, а рак. И с милой улыбкой сообщил, но вам повезло. У вас только начальная стадия. Поэтому все может быть и должно быть хорошо. Операция поможет выздороветь и жить нормальной жизнью. Конечно, я был в шоке. Но он мне объяснил, что поскольку язва, ну не язва, вернее, а уплотнение, это небольшое, находится в центральной части желудка, нужно вырезать 80% желудка. Но все функции будут как прежде. То есть самое главное, начало, верхняя часть и нижняя часть желудка остаются, и он потом растягивается, и человек живет нормально, нормально питается. Я подумал, что он это говорит для успокоения, как бы. И, конечно, вышел в шоке и долго думал, что делать. Но, конечно, быстро понял, что без операции нельзя обойтись. Коротко рассказал о том, что он делает. Операции современного типа, роботизированные, которые при минимальной вмешательности в организм решают проблему. Онколог назначил мне курс химиотерапии вначале. Это три раза по три недели, девять недель. Поэтому от июля эта вся история растянулась до января. И вот я 17 января, мне она была назначена уже после первого курса химиотерапии, операция. А самой операции, когда я оказался в операционной, доктор Голдис и вся бригада встретили меня очень радушно. И доктор показал мне на какую-то странную штуку, которая была рядом. Вот это вот, говорит, это робот. Его зовут Леонардо да Винчи, он будет делать вам операцию. Я говорю, а вы? Я, говорит, буду ему помогать. Моя жена и дочь сидели, ждали все это время. Потом операция закончилась, и доктор сообщил им, я еще был под наркозом, что все в порядке. Заодно проверили печень, потому что там обнаружили какие-то кисты небольшие. И оказалось, что все в порядке. Я пришел в себя, и меня, естественно, отвезли в отделение хирургическое. И, на удивление, очень быстро произошло восстановление. Уже на второй день я вставал. По-моему, на второй день. На третий день я встал, или на второй день, или на третий день я встал ходить. А на третий, четвертый день я ходил уже по всему отделению, там можно было по кругу ходить и так далее. Ну, как обычно, после операции почти ничего нельзя есть. Пить ограничено и так далее. В общем, все это переносило, и все это прошло вполне-вполне сносно, скажем так, для такого случая, для такого типа операции. На третий день меня выписали домой. Когда сняли наклейки всяческие, я увидел, что у меня в области живота пять или шесть разрезов. Два, два, две пары сбоку, и еще два разреза, где-то где пупок, и ниже, они были видны в начале. Но очень быстро они стали уменьшаться, и сейчас они почти не видны. Там какие-то, если только сильно приглядываться, можно это увидеть. Не было, собственно говоря, как обычной полостной операции, когда делается большой разрез. Поэтому, естественно, у меня нет тех проблем, которые бывают у людей после больших разрезов, полостных операций, когда шов может расходиться или боли какие-то в этом месте. Я этого ничего не ощущаю, слава богу. При выписке мне дали листы, инструкции о питании и образе жизни. Там, конечно, надо было строго соблюдать какие-то вещи, что можно есть, что нельзя, какие овощи, фрукты, что все должно быть вареным или приготовленным парой. И первое время, конечно, я все это строго соблюдал. Самое главное требование – частое принятие пищи небольшими дозами. Поэтому желательно через каждые три часа понемногу. Было трудно к этому привыкнуть в начале, но, конечно, все это проходит. И довольно быстро прошло. Я совершенно не ожидал, что это пройдет так быстро. Но через месяц я просто уже вышел на работу. А месяца через три я заметил, что я могу даже есть то, чего, как в инструкции говорили, через год еще надо с опаской есть. И у меня очень быстро прошло заживление. В настоящее время я ем, как обычно, только стараюсь это сделать чуть чаще. Где-то пять раз в день, не три, а пять раз в день, небольшие еще перекусы. И, видимо, желудок растянулся, увеличился. И я ем, в общем-то, вполне нормальные порции, чуть меньше, наверное. И медленнее, чем, как бы, может быть нормальный. Ну, обыкновенный, скажем, человек, я тоже нормальный до операции. И фактически я, в общем-то, сейчас не чувствую последствий операции. У меня единственная забота, чтобы ко мне болезнь не вернулась. Больше ничего. Но это с операцией не связано. После операции, конечно, я походил по плановой проверке у онколога и у доктора Голдеса. И, слава богу, все в порядке. Поэтому я абсолютно объективно, безусловно, мог бы рекомендовать всем, кто окажется в такой ситуации, обращаться к доктору Голдесу. И у меня это было, в общем-то, как, скажем так, ну, счастливые случаи, счастливый билет. По большому счету, если говорить высоким языком, можно сказать, что он не спас жизнь. Так что, Юрий, дорогой, большое спасибо. Спасибо.